Друзья, всем привет! Вы на канале Дачный Умелец, с вами Сергей. Сегодня рассмотрим несколько полезных советов, полезных идей. Я думаю, для многих будет интересно, поэтому давайте приступать. Поехали! Друзья, бывают такие ситуации, когда нам нужно измерить расстояние до угла, но рулетка нам не позволяет это сделать, так как она здесь идет полукругом. В данном случае нам поможет обычная банковская карта, либо кредитная, скидочная карта и канцелярский зажим. Берем нашу карточку и крепим к нашей рулетке. Вот таким вот способом. Все, закрепили. Теперь нашу карту мы пододвигаем к нашему углу. Пододвинули. Все, мы измерение сделали. Теперь мы можем увидеть размер вплоть до миллиметра. Бывают ситуации, когда нечаянно можем уронить предмет, и достать нет возможности. В этом случае поможет обычная рулетка с магнитным зацепом. Берем нашу рулеточку и опускаем на дно. Все, подцепили предмет и достали. Как видим, все легко и просто. Друзья, некоторые до сих пор со мной спорят, что данный люфт у зацепа это брак рулетки. А вы как думаете, напишите в комментариях. Я считаю, что это не брак, и это легко проверить. Итак, берем рулетку, упираем в упор и отмечаем, ну, к примеру, 10 сантиметров. Все, отметили. Теперь ставим упор, откуда мы отмеряли, и подставляем нашу рулеточку. Как видим, получилось так же, ровно 10 сантиметров. Многие думают, как такое произошло. Друзья, вот как раз данный люфт, он и равен толщине нашего зацепа, поэтому наши измерения совпадают. Часто, когда красим, кисточку ложим на баночку, и вся краска стекает по нашей баночке. Чтобы такого не происходило, нам поможет обычный саморез. Берем кисточку и вкручиваем саморез. Наша самоделочка готова, и теперь, когда нам нужно отлучиться, к примеру, и чтобы краска не стекала по банке на наш стол, к примеру, а все стекало в банку, наша самоделочка нам и поможет. Берем кисточку и просто вот таким способом ее помещаем в баночку. Краска стекает, и ничего у нас не пачкается. Часто при покупке аккумуляторного инструмента зарядное устройство помещаю на стену. Ну а как сделать разметку под саморезы, сейчас вам покажу. Для этих целей нам понадобится обычная малярная лента. отрываем, прикладываем к нашим отверстиям и отмеряем центр отверстий здесь и здесь. Теперь берем нашу ленту, крепим ее на стену, приклеиваем и закручиваем саморезы. Все, теперь можно убирать нашу ленту и крепить наш зарядник. Крепим с одной стороны и с другой. Как видим, все закрепилось. Вот такой вот простой способ. Для следующей самоделки понадобится вот такой деревянный брусок. Толщина у него 40, длина 150, ширина 70 мм. И обычная пластиковая бутылка. Итак, теперь разрезаем пластиковую бутылку. Делаем один надрез, смотрите, то есть от горлышка, но не до конца, оставляем немножечко расстояние. И теперь в данную бутылку помещаем наш деревянный брусок. Помещаем таким способом, чтобы брусок был ровно посередине нашего надреза. То есть вот таким вот способом. Теперь все это дело закрепляю степлером. Сначала с одной стороны и затем уже крепим таким же способом, подтягиваем пластик и закрепляем снова степлером. Должно получиться в итоге вот так. Затем нам нужно носик бутылки так же загнуть, подгибаем, не спешим и тоже все крепим степлером. После того, как все закрепим степлером, беру фен и прогреваю равномерно со всех сторон. Спешить не нужно, то есть сверху, снизу, сбоку. Допустим, когда если у нас пластик толстый, то донышко можно вот таким способом прижать. И тогда донышко будет намного ровнее. Ну и после всего, после усадки, обрезаю все по кругу. Когда все это обрежется, можно доставать наш контейнер. Как мы видим, контейнер достается, в принципе, легко. И получился вот из такого бруска вот такие контейнеры. Да, есть такие в продаже, но они большие. Этих будет мне вполне достаточно. Они хорошо подойдут для какой-то мелочевочки, для шайбочек, для гаечек. Также данные контейнеры очень прочные. Засыпал целую коробку саморезов. И они, в принципе, эти контейнеры не сгибаются, как вы видите. На этом все. Кому понравилось, ставьте лайк. Подписывайтесь на канал. Всем пока. До новых встреч. Продолжение следует...